Мы слишком долго терпели весь этот беспредел со стороны властей. Мы должны бороться за свою независимость снова, потому что то, что сейчас мы видим, это тирания. Мы должны стать свободными людьми у себя в стране. Наш общий враг внутри. Здравствуйте, меня зовут Фариса. Вчера вечером заболел мой племянник. Чтобы его подбозрить, я хотела рассказать ему, как действуют микробы, вирусы. Они проникают в твой организм и проверяют себя на прочность. Покажи им, какой ты сильный, говорила я. Тогда они отступят. Эта ситуация напомнила мне ту ситуацию, в которой мы находимся здесь, в Казахстане. Только этот вирус – страх. Страх, который наводит на нас власти. Страх у нас в крови. Они хотят проверить нас на прочность. Они хотят подавить наши голоса. Сколько можно терпеть? Это не началось вчера. Это не началось сегодня или год назад. Это длится 30 лет назад. Ой, это длится уже 30 лет. И началось 30 лет назад. 30 лет смирения привели нас к тому, что мы сейчас… Вся власть принадлежит одной семье. Вся власть в одних руках. У нас нет честных выборов. Мы не можем добиться отчетности. Куда уходят наши бюджетные деньги? Эта битва не за здоровье. Эта битва за жизнь. 30 лет смирения привели нас к тому, что сейчас стоит кому-то договорить о своих правах, потребовать свои права, как на него начинают давить. Как его начинают запугивать, его родных, его самого. Такого ли будущего мы хотим для нашей страны? Мы, молодежь Казахстана, видим решения в правовых, социальных и политических реформах. Здесь и сейчас. И наши голоса для этого должны звучать твердо и громко. И раздаваться эхо по всей стране. Да! Потому что власть принадлежит народу. Да! Оьян! Оьян! Казахстан! Оьян! Оьян! Казахстан! О, Ян! 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 Казахстан! Саткын, это аксиома, да? Барнингестер. Олдай ленгез, она кушкан. Барак, косан, кандай дареже көтер к халқын. Саясы, сағалатын. Көрсендер көе, бәрі. Бейдем, күсал, жан болатын акта ерінде дейм. Сатса, сатып кетсін. Халқынғы саясы ес көтерлесе. Сатпайыз. 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 Жегеттер, бұл азаматтарға бұлай жасайып. Жел-90 мен жан-өзен құрбандарын біз еске алуымыз керек. Бүгін ұлттық аза тұту күні, бір-бірімізді айыптап, анау бетті, мұнау сүйтті, керек жоқ. Бүгін біз құран оқытымыз керек. Бүгін жет-шелпегімізді пісіріп, осы жел-90-ның қақырмандарын еске алуымыз керек. Жан-өзенің құздақтарын еске алуымыз керек. Оларға құран оқытымыз керек. Олар біздің мәңгі жүрегімізді екен біз көрсетуіміз керек. Сосын біздің талағымыздың бірі, бұна бүгінгі теледидарларда, ақпараттық құралдарында анау концерттерді көңіл көтеретін неші түрлі бағдарламаға бәрліғын тоқтатуы керек. Жел-90-ның құрбандарын еске алуы керек. Олар қақырмандар. Олар болмаса бүгінгі тәуелсіздік болмайтын еді. Олар болмаса бүгінгі мемлекет болмайтын еді. Олар болмаса бүгінгі қазақ республикасы болмайтын еді. Міне соларды біз еске алуымыз керек. Жастарға түсіндіруымыз керек. Көрсетуіміз керек. Жәң өзеннің құрбандарын еске алуымыз керек. Боздақтарды еске алуымыз керек. Сондықтан осы екігін ұлттық аза тұтуы күні жүгіттер. Басқа мәселе болмау керек. Осы мәселелерді осы азаматтарды біз еске алып, осы азаматтарға тағызым етуіміз керек. Бұлар жазықсыздан жазықсыз қаза тапты. Жазықсыздан жазықсыз өлімге кесілді. Бұның бәрліға дұрс емес. Сондықтан біз осы трагедияны қайталантпау үшін қалық бірігі үгі үгерек. Осы трагедиялар осындай ату, асу, кесу, бұл қалық бірігі үгерек. Біріксе ғана билік қорқат, біріксе ғана билік қалық бен санасады. Басқа жолымыз жоқ. Дұрыс қой.